Политологии как науки в Российской Федерации не существует, но все-таки как-то надо понимать и разбираться в политических процессах, поэтому можно изложить всю политологию за пять минут. Идеологические предпочтения. Они не делятся на правых и левых. В политологии есть идеологические векторы. Их три, они расположены на плоскости. Национализм, социализм, либерализм. Три вектора, три чистых идеологических направления, которые также связаны с психологией человека, а также с некоторыми возрастными особенностями. Промежуточные варианты. Национал-демократия, национал-социализм, либеральный социализм не могут быть изложены, не могут быть сформулированы в виде непротиворечивых политических учений. Это, можно сказать современным языком, политические фейки. Далее формы государства по Аристотелю. Правильные и неправильные. Слева правильные формы, справа неправильные. Схема мной модернизирована для того, чтобы ввести дополнительные термины. Монархия – правильная форма. Деспотия – неправильная форма. Аристократия – правильная. Олигархия – неправильная. Демократия – правильная. Ахлократия – неправильная. В скобочках написано то, что исходно было у Аристотеля. Полития правильная форма, демократия неправильная. Чем выше по этой схеме, тем больше расхождение. Если демократия от ахлократии отличается незначительно, то монархия и деспотия различаются радикально. На месте деспотии в схеме Аристотеля стоит тирания, но мне этот термин понадобился для того, чтобы обозначить политические режимы, которые возникают в случае чрезвычайных ситуаций, например, в условиях войны. Для правильных форм правления это диктатура, для неправильных форм это тирания. Диктатура это не беззаконие, а жесткий закон и порядок для всех. Правота правления, обозначенных слева, означает, что эти правления в пользу всех. Неправота правления, которые обозначены справа, означают, что правление осуществляется в пользу тех, кто правит. То есть, если деспотия, то только в пользу деспота, если олигархия, то в пользу олигархии, если ахлократия, то в зависимости от желаний толпы. Идеальная схема, полибевая схема термин ввел Владимир Махнач. В Спарте сочетается правление двух царей, монархический принцип, Герусия, аристократический принцип и народное собрание, которое выбирает эфоров, демократический принцип. В Древнем Риме то же самое. Два консула, монархический принцип, Сенат, аристократия и народные трибуны, которые выбираются на народном собрании, демократия. Идеальная схема сочетает все три принципа при безусловном главенстве первого монархического принципа, ибо без него все остальное существовать не может. Теперь политическая динамика. Принцип, который высказан итальянским социологом Робертом Михельцем, железный закон олигархии. Демократия всегда превращается в олигархию. Устанавливайте демократию, олигархия вам будет обеспечена. Второй закон, который нужно знать, это теорема Эрроу. Американский экономист Кенет Эрроу сформулировал на математическом языке эту теорему. Коротко она звучит так. Электоральная демократия невозможна. Диктатура в этом случае неизбежна. И добавим еще, что фиктивный кандидат на любых выборах может изменить все и порядок ранжирования всех кандидатов. То есть вы добавляете кандидата фиктивного, и он ломает вам всю избирательную систему. И позволю еще прибавить к этому свой закон, железный закон бюрократии. Высшая должность предполагает крайний аморализм и низший профессионализм. Это означает, что при повышении в должности существует требование отказаться от многих своих моральных принципов и отказаться от профессионализма. Доказательством всех этих принципов, законов, схем мы не занимаемся, потому что мы просто излагаем результат. На основании изложенного каждый сможет самостоятельно проанализировать то, что происходит вокруг него, то, что происходит с Россией, то, что происходит в мировой политике. Субтитры создавал DimaTorzok